Я думаю, рассказать вам кое-что сейчас. Я, кстати, женюсь скоро. На ком? На ком, Слав? Я надеюсь, все получится. Ну, практически. Знаешь, на ком? На ком? Ну, я просто подумал, что это будет классная идея для ролика. Я вчера общался, я хочу жениться на маме Эксайла. На маме Эксайла? Ну да. Что сказал батя Эксайла в этот момент? Они в разводе, бро. Они в разводе. Я думаю, ему не очень понравится эта идея. Ну, не, мы разведем сразу. Я просто хочу, чтобы называть Илюху сыном. Ну, я серьезно, я вчера к ней подошел, сказал ему, типа, я предложил это просто, типа, для контента. А, подожди, Эксайла знаете сам еще? Он сказал, я против, он говорит, разговариваю с мамой. То есть тебе сын сказал, что он против? Бро, это мой сын. Вот так же и твой отец говорил. Кстати, прикольная идея пожениться и съебаться, Слав. Не, ну, я не уверен, что она на серьезке вчера, конечно, сказала. Это же приколите, это же надо реально в ЗАГС идти, типа, расписываться. Ну, а представь, на твоей маме кто-то поженился. Какой-то олух. Вот сейчас, кроме шуток, кроме шуток, вот любой бы, кроме Равшана, если бы на моей маме женился, я не против был бы. Ну, Равшан-то пиздец, блядь, прям, вообще. Чел, который рассказывает, что ему только жопу в сексе лежит, блядь. Ты с чем-то с моей мамой собрался заниматься, блядь? Я уважительно отношусь к твоей матери, не надо мне. Что, типа, ты будешь перед этим жопу мыть или что, блядь? Ты тварь, блядь. Я вообще не буду такие темы с ней обсуждать. Я с ней на вы буду общаться. Да и смысл вам жениться тогда? Я к тому, что, условно, если бы Лик с моей мамой женился... Жениться, да, вот ты меня, блядь, пытаешься за свадьбу. Я бы ебанут... На, бы ты хочешь жениться на маминой славе. Ой, на славе мамы. Ебать, я язык запутался. На, бы ты хочешь жениться на славе мамы? Нет, ну, если бы Диман захотел бы жениться, я бы был бы очень рад. Даже Ванёк. Я по нему сразу видно, что он моей мамы не тронет. Да и вообще, в целом, ни одну женщину. Уже давным-давно ваши любимые блогеры и стримеры показали вам лучший, проверенный сайт, где можно поднимать скины. Но если вы забыли, то мы, конечно же, напомним. CS GO RUN это сайт, который работает уже долгое время. Большое количество твоих любимых стримеров доверяют именно этому сайту. Ведь тут лучшая линейка режимов. А именно, краш, дабл, пвп, матчи. А также на лето был сделан летний календарь. Приобретай который, каждый день тебе будут открываться ячейки со случайными промокодами. В которых падают дорогущие скины. А также наш промокод ROFFLES даст тебе 15% бонуса при пополнении. Я думаю, CS GO RUN этим летом это лучший выбор, чтобы поднять себе много хороших скинов в инвентарь. Сань! Сань, привет! Сань, поделись, пожалуйста, историей вашей любви. Просто такой коротенькой, 5-минутной. Мы просто все рассказываем, так сказать. Ванечка рассказывает, как с Морфи познакомился. Ебать, ты шо? Да это САЛЬ, я сам вахоу. Что еще раз? Они идолбятся. Бляааа! Это прошло. Встречались, встречались. Не, ну это нормально, типа. И что? История моей, типа, знакомство с Алиной? Да, 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 с твоей девушкой. Так, брателло, как было? смотри я бухонь приехал я уже жил в линии понял мы получается у меня отношения пошли по пизде у нее отношения пошли по пизде и ну особо какой-то романтичной истории не было но была одна знаешь какая зацепочка мы отдыхали на озере но получается как мы общей движухой собрались с ребятами жарили шашлыки понял ну прям на водоеме естественно это все запрещено прибежали китайцы начали тушить огонь ну там пиздец прошел пизды дали вам а да 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 кричат это заповедная зона мы не понимаем понял это самый охуенный когда же границу приезжаешь да 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 и большой надувной матрас брат и вот это получается заповедная зона она была недалеко от аэропорта и большой надувной матрас и мы короче пока все жарить шашлыки бухают веселятся я говорю ну вот так вот уже с ней более-менее разобщались я говорю поплыли на матрасе но типа в этот в этот водоем она говорит типа поплыли и мы короче брат и мы знаешь что делаем сейчас секунду и мы смотрим лежим на звезды кайфуем и самолеты вот так вот низко низко пролетают и садятся понял я чё-то понял что мне так хорошо с ней бля бля бра к хуитель ты сразу запустил сразу как дел нет 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 все очень я не я короче смотри как случилось вот это я ее подъебаю до сих пор там короче мы подплываем обратно к берегу и ее саживаю с этого матраса и мы получается очень близко она я знаю к чему это ведет саша подожди что нахуй говорю что ты знаешь жижа блять я я даже не намеревался понял ни к чему она ты даже не планировал при стране нет я клянусь я даже не планировал ее там не поцеловать вот ничего не бра отвечаю она я знаю к чему это я думаю его его сама захотелось если по-любому самой захотелось да 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 об этом думал об этом братан спустя спустя типа этот и я короче как-то тонко намекнул понял что типа блять я нельзя пропадать еде понял нельзя пропадет пропадать еде потому что нужно все короче снизу но давайте ты 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 в тот день вздрочнул хотя бы к вернулся на нее я братела то я реально тебя я старый нахуй да я уже рад когда мне отказывают а это наоборот типа мечи работая свободно ведя к чему да говорит ну типа я говорю нельзя пропадать еде и она знаешь что берет берет тортик и вот так вот может либо сосину прикинь ну так тонко намекая буквально недавно она рассказывала мне хуйню типа я знаю к чему это идет вот эту понял включил меня также отец хуем дел на головку хуярился это классика у меня также дядя пригласил помню на сауну ну как типа на рыбалку поняну но раков ловили и вот так вот они хуи врагов мазали и давайте пацан все брат очень мило с матрасом самолета весь бездес давай брат поцеловать а куда ванек ушел блин я думал сейчас он послушает из за что он обидел я думал послушать и строгую историю сани и ваня зайди ты чё за что-то обиделся дэп шутим и по поводу морфия вообще не даже не знаю вообще толку он мне пишет даша чё-то а уже удалил сразу даша к это шутки алю ему шутки мы шуль этого блять чапалах отвесили блять первосортного блять такого что уж бедолага блять знаешь глаза сузились нахуй темнело все это было я не знаю за сколько лет до даши мне кажется тут вообще нет смысла обижаться не или я не прав да конечно за два года до даши не вообще такие вещи надо прорабатывать но было и было гулял и гулял крышку блять от шампанского понюхал и все и пошел в пляс блять пустился нахуй по царафан блять морфи конечно это нормально не как не морфия как я не знаю как я не знаю что такого до 2 года назад алло и от бога есть такой клип нашел охуеть я сейчас я сейчас я его если найду блять мне так интересно как у них отношения выстраиваются естественно камеру поставить 24 часа с дашей я просто однажды зашел к ним в гости иванёк был в душу от момента даша типа ну лежала в трусиках просто кровати да 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 а я что ты понимал я не знаю что это было но я короче выходил из вадиного дома в турции они типа одном этаже жили и у него просто было дверь открыта в коридор кому на распашку у даши я на просто в трусиках лежала то есть просто так коридор микрофон включился на коридор и типа и она вот так лежит на кровати в трусиках и незамека что сосед выберем выбежал просто пока у него души за и какой нашел просто шорт шорт я тебе реально говорю это не шутка это шутка это не шутка отвечаю блять это шутка долбоем понять я проветривал квартиру у меня дверь была открыта блять да я мылся но даже не в трусиках лежала блять она в трусиках была она в трусиках была ебал дашь блять я просто дверь забыл закрыть сори диван уходил быстро выбежал слушай шорт который я нашел это было полтора года назад я так рад что я поправил сейчас у меня столько энергии по этим временам брат да не но я уже твой как-то не знаю хуйня ебаная да чисто опыт получен диман стрипуха вернутся девчонки о привет дедушка блять сразу и мыши шиповника кружку нахуй я что-то заходил такая тема и было примерно диман то спалочка заходит вот так просто дмитрий мы один раз так же идем у меня позвал куда-то и там этот девочка нас провожат так вы у нас вчера были такую дивана смотрю ты тут вчера не на дима нормально виселся в году своей молодости блять да нормально то всем пока молодой ребят как говорится пока стоял двигался так это год назад валят его все свадьбы планируешь на когда но ближайшее время реально не серьезно нихуя себе воспитали и батю там ваня я видел кстати реально есть какой-то жест когда требует помощи типа какая-то какой-то жест есть покажи если чё серьезно ты хочешь жениться на даши нет блять на машину под столом просто щипцы эти пассатижи и просто если неправильно что-то скажет там нахуй схлопнется она ему дальше выкруют выкручивать яички секатор мутится и потом переговоры не новой ванну скажите как есть блять он вышел что ли здесь он в муте подожди так общается даже даже зашла что понял были сразу а гаечка на стриме нет да давайте проверим как она спит они все спят до поры до времени у тебя хоть раз был такой что у вас начинался секс во время только он спит не но спящая по спящая порнушка прикольно на самом деле ну я тебя об этом спрашиваю я же это не меня было такое что у меня был такой что он заканчивался когда уже спит подожди подожди диман наебет на ли вовсю нахуй поворачивается она спит блять поподробнее поподробнее вот эта сонная порнуха что ну просто типа разбудил ты не вёл на порхабе не видел таких звучит как новая категория сонная порнуха типа сводный брат разбудил сестру и ты будешь вставать не сразу и сразу погоняешь паровозик дуба и поэтому сломать не там все работает условно ты куда хуй суешь бля под локоть что ли нахуй живот как шампур бля что-ли по твоему работает или что там есть отверстие брат все 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 продумано нахуй ну хотя бля пупок принципе тоже отверстие но на самом деле не для этого ну ладно блять аж этот ровшан просто наш этот пупок развязывает блять как чурчхелла блять натягивать а потом завязал и ушел влей да не я ну базар 0 а у тебя были отношения ровшанчик хуёво все закончилось за это то что рассказал как она начала срать на тебя тип я думаю не из-за этого пол она просто раньше всех заболела и у нее потом по обратно запахи вкус вернулся блять раньше времени блять она такая в пиздует а шару хоть где-то на пусть сейчас не то что тысов нахуй а нахуй ты зачем тогда вошел какой-то брутальности фразы добавить причем с такой за сын нахуй я не скрывался ни от кого понял вишенку позая да кстати кстати шикарная идея давай сейчас напишу они как будто вот она наши разговоры поддержит ну да марки более лишнего напиздил поможет и не только разговор поделать кто я я нет не просто знакомы ну хорошие такие ну типа я как не хорошо отношусь не не друзья диллара ну да ну пока да как а как она так быстро стала в списке твоих друзей если ты с ней знаком не так давно а криво свишни уже знаком более двух лет и другими девочками ты тоже знаком более чем чем два года и просто нашли нашли очень много общих тем для общения